Вы задумывали убийство себя и сына, работая кондуктором. Себя и сына! У нее либо есть еще какие-то дети, либо это наш сын сидит по имени Вика. Вы восхищались артистичностью сына, когда он переодевался в женские вещи, подаренные вами. Вы настолько стыдитесь сына, что, скрывая его позорную тайну, соврали родственникам о его гибели. Вы благосклонно отнеслись к первому сожителю сына, надеясь, что тот станет вашим любовником. Всем привет, ребята, с вами Чент, и вы смотрите проект Детектор Лжи. Вчера мне было, в общем-то, не очень-то хорошо, с температурой 40, но я обещал людям, что буду выпускать каждый день ролик в 7 часов вечера. И я вот, ребята, сижу и вот снимаю этот ролик для вас, поэтому если вы считаете, что человек должен отвечать за свои слова, то поддержите меня лайком. А мы, ребята, начинаем смотреть, как, по мнению многих подписчиков, которые мне просили, очень трешовый ролик. Меньше слов ближе к делу. Поехали! Подписывайтесь на канал моей мамы и поверьте, у нее есть чувство юмора, и смотреть ее влоги одно удовольствие. Ну и, конечно же, там есть я, как это без сына влоги снимать. Подписывайтесь, и вы не пожалеете. Ссылка в описании. Как смириться с материнской любовью к тому, кого на самом деле стыдишься? Знакомьтесь, Алла Маркова. Я Маркова Алла Николаевна. Родилась 1951 года в Сгрузии, город Батуми. У меня одно желание огромное, чтобы вразумили моего ребенка. Я считаю, что она мыслит не так, как мне хотелось. Мой ребенок просто прожигает свои молодые годы. Я до 17 лет почти с ней вот даже в школу ходила. И думала, что моя старость будет все-таки защищена, что она будет заботиться обо мне. Но я не вижу этой заботы от нее. Я даже готова отказаться от нее. Я не могу это терпеть. Встречайте, Алла Николаевна Маркова. Интересненько, интересненько. До 17 лет в школу ходить? Здравствуйте, Алла Николаевна. Прошу, присаживайтесь. Что же вас привело в это кресло? Боль души. До 17 лет я наслаждалась любовью к ребенку и взаимно. А после 17 лет я чувствую, что я стала одинокой. Странно. Я очень надеюсь, что вы все-таки поможете вразумить мою дочь жить правильно. И что здесь такого трешового? Я считаю, что она делает большие ошибки в данный момент. Хорошо, давайте вначале познакомимся с людьми, которые будут участвовать в извлечении вашей души. Да. Представьтесь, пожалуйста. Ёпт, а кто из среди них дочь? Тельцов Тарас Николаевич. Друг Аллы и... Это по центру дочь сидит? Вы серьезно, это дочь? Это что за трансвестит, мужик? Да ладно. Ну тут, по крайней мере, типа, если посмотреть на них троих, то по центру якобы дочь. Но это ж мужик! Ребята, мне одному кажется, что это мужик, а не баба. Вики. Вика! Маркова Виктория Владимировна, дочка Аллы Николаевича. Боже, такое чувство, что реально это был раньше мужик, ему яички отрезали. Даже голос такой... Маркова Виктория! Мама родная! Я теперь понимаю, что многие подписчики говорили. Давай, Андрюха, посмотрим этот выпуск. Слава мне. Карпачева лицо, посмотрите, он в шоке, не то, что я в шоке. Сни, думают, Вика? Макаро Евгений Васильевич. Алик, кто? Взять Аллы Николаевны. Муж Вики? Ну еще не муж. Ну будущее. Ну будущее. Твою мать! Итак, правила вы знаете, да? Вы что, серьезно? Ладно, смотрим. Прямо того, что у вас есть возможность излечить душу, есть еще возможность заработать. Это ж мужик! Это четверть миллиона гривен. Бля, это мужик! Пойдите честно на 21 вопрос. А мужик хочет с мужиком жить? В первом блоке 6 вопросов. И фиксированная сумма 5000 гривен. Итак. Ребята, очень страшная баба. Ну блин, это мужик, ребята. Ну блин, кто со мной согласен? Ну напишите в комментариях, что неужели это у меня в глазах, что повылазило. Я готов вам задать первый вопрос первого блока. Я внимательно слушаю. Ого! На старости лет вы остались одинокой, поскольку всю жизнь предпочитали часами любоваться собой в зеркале, вместо того, чтобы уделять внимание любимому мужчине. Да. Капец, мне вот это вот не оставляет в покое чудо. Люблю себя. А мужчин? Тоже люблю, но себя больше. Кому мама больше времени уделяла, себе или вам? Практически одинаково, она и мне, и себе уделяла. Блин, ну это даже по голосу слышно, что ему яички отрезали, ну это же слышно. Обделённым в вашей семье был лишь отец. Ну нет такого женского голоса, ну вы меня простите, но там такое чувство, что зажали, причём тисками очень сильно. Да. Я даже так не могу, я не могу так себя защемить. Что же ему так не повезло? И у него, и у... Выбрали. Ошиблась немножко. У этого уже есть муж. Ожидала большего, получила меньше. Где сейчас ваш муж? Господи. Я вдова. Он разбился три года назад. Скажите, за то время, пока вы... Да. Вас не было? Не было. Почему? Я однолюб. Не встретила того человека, который бы, конечно, разделила бы своё счастье. А лишь бы с кем не связываюсь. Кто вы по профессии? Я экономист. Работала в торговле. Заведующая в Грузии. Я уроженка Грузии. Как давно переехали? В 2003 году. Ну, мама украинка была, и продали там квартиру, и переехали в Харьков. Продолжаем? Да. Внимание, вопрос. Вы задумывали убийство себя и сына, работая кондуктором. Себя и сына! У неё либо есть ещё какие-то дети, либо это наш сын сидит по имени Вика. В Харьковском трамвае после роскошной жизни в Грузии. Убить тебя в трамвае. Сын, это ты? Да. Это... Ну, это ж сын! Правда. Это ж не Вика. Какой сын сейчас просят, да? Я жила в Грузии. Прилично. Ну, не нуждалась ни в чём. Была хорошая работа у меня. Пользовалась уважением. Занимала посты. Я считала, что я у власти была, обеспеченная была. И кондуктор для меня... То есть работать кондуктором было для вас ниже вашего достоинства? Ну, я так считала. Даже вот пассажиры некоторые говорили, что я не на своём месте. Понимаете? И я тоже это чувствовала. И я не хотела, чтобы мой ребёнок тоже кондуктором был. Но Виктория любит железную дорогу. Вот она... Виктория любит железную дорогу. Я был прав, ребят. Это мужик. У этого мужика появился ещё другой мужик, который хочет жениться на мужике. Или выйти замуж за мужика. Я не знаю, кто называть их. Железнодорожная. Вот у неё... Твою мать! Есть железная дорога. Твою мать! И вот эти трамваи её прельщают. Как я понимаю, вы сейчас работаете кондуктором тоже. Да, кондуктором. Но мне моя работа нравится на данный момент. А что же вам нравится в этой работе? Работа с людьми. Вообще, хотелось бы проводником работать. В движении. У вас есть ещё сын? Нет. Нет, нет. Он у меня дочка. Вопрос был убийства себя и сына. Я родилась. Ты правильно всё Карпачёв понял! Что ты на дурачка окозишь? Ты же все поняли. Тут перед нами мужик сидит. Ты же даже сам это увидел. Виктория, она мальчик. А что не видно? А не слышно голос, что яички придавили. В смысле? А что в смысле? Вот так вот. Сходился мальчик. Но произошёл сбой. По природе. Не, это в голове сбой произошёл. Я собиралась снять операцию по смене пола на женский. Ещё не сделали? Ещё нет. Пока что вы сын? Да. Вы... Бля, там сидит муж. Её как бы будущий муж. Или же... Кто он? Два педика сидят. Или что? Что происходит в этом мире, ребята? Викторию воспринимаете как... Я воспринимала как сына. До 17 лет. А потом он мне открылся. И как вы... Восприняли эту новость. Конечно, это было... Вот это выпуск, ребят. Тут мне подписчики пасы. Ну кто за то, что выпуск реально трэшовый? Лайк не глянь. Я ещё больной записываю ролик. Уже, знаете, аж болезнь дошла на третий план. Ну это ж тренденц какой-то. Но я поддерживала всячески. В паспорте как Виктория или как... Виктор. Кая. Это женское, мужское имя? Нет, мужское. Это кавказское имя. Кая? 21. А вы паспорт только в 21 год получили? Да. Когда мы обратились к психологам, они сказали, не торопитесь с документами. Будут проблемы потом. Когда вы пройдёте все инстанции, сделаете операцию, легче делать документы. Вот мы и послушали. То есть я правильно понимаю, вы приняли вот выбор вашего сына? Да, да. Стали относиться к нему... Какого? Ну да, сына правильно. Хотели уже получить документы после смены пола? Да. Нормально, где она будет жить полноценной жизнью. Сын, она. Боже, такое-то раздвоение личности, ребята. Сын, она. Под документом женщины. Да, да. Какой ужас. Евгений, вам сколько лет? 22. До Виктории были отношения? Да. А тебя не смущает, мужичок, что ты будешь с мужиком шпрехаться? Как бы, ну, это же ужас. С кем? Или так ей? Девушкой. Вы, Евгений, ну, осознанно же сделали выбор. Сейчас я жду операцию. Мне хочется иметь девушку. Почему вы не выбрали готовую? Есть же очень много девушек, которые уже по факту девушки, которым не надо там ждать операцию. Я не выбираю человека по фигуре. Нормально. В смысле нормально? Я не разделяю ни на хороших, ни на плохих. Я просто дружу с этими людьми. Обычные люди. Да, ну, обычными и не назовешь. Да. Внимание, вопрос. Вы оправдываете транссексуальность сына тем, что он родился в полнолунии? Это смешно. А он сам говорит, да, конечно, это было полнолуние. Как сейчас помню, я родился, была полнолуна, поэтому я хочу быть бабой. Я Селар Мун. Ты же серьезно? Да, это природа. Боже мой, блядь. А если меня на огороде родили, то я точно должен быть не знаю каким фермером. Это природа, вы что? Что за бред? Вот я не знаю, что сейчас, но позавчера было полнолуние. Я представляю, сколько транссексуалов родилось. Страшное дело. Дмитрий, даже врачи до сих пор не знают, почему это происходит. А врачи не знают, а вы знаете полнолуние? Нет, ну, полнолуние, всегда случаются именно какие-то нюансы. Именно полнолуние действует отрицательно на человека. Все понятно, больная баба тоже. Тут что тут ребенку удивляться? Мама, про что у вас такие познания? Боже, семья дебила. Ну, я читала гороскопы всякие, влияние Луны на человека. Она большую роль играет. Для меня это как повод снять с себя ответственность. А я-то тут причем? Это все Луна? А, между прочим, психолог мне и сказал. Да, вот я вывод сделала с его слов. Ну, если вам психолог Луну приводил как аргумент, я уверяю вас, он не был психологом. Ну, случилось же, факт случился, что человек родился мальчиком, а потребности другие. Какой ужас. А когда у вас другие потребности? Всю жизнь, сколько я себя сознательно помню. Как это проявлялось? Во многом, в плане одежды, в плане вообще. Ну, тяга была именно к мальчикам. Да. Так это Педик называется. Голубой, я не знаю, бля, кому-то. Продолжаем? Блядь, мама моя родная. Вы восхищались артистичностью сына, когда он переодевался в женские вещи, подаренные вами? Так ты, мамаша, сама ему психику испортила. Нахрена ты ему дарила женские вещи? Решила, полнолуние повлияло. Сделала из сына пидо... Простите мне. Пидо-мальчика, и теперь потом удивляется, почему он хочет быть девочкой. Мамаша больная. Взяла ребенку, жизнь испортила. Да, когда он ребенком одевал вот эти. Я восхищалась, да. Да, мамаша. Родился мальчик, а какая красивая девочка могла быть. О чем тогда можно говорить? Ну, от о чем? Это... Какое полнолуние, если ты, мамаша, сама испортила ребенку жизнь? Да, да. И сделала из него вот это. Теперь. Ни он, ни она. Есть несколько моментов, которые хотелось бы обсудить. Да. Вы понимаете, что когда мать, значимая для ребенка фигура, восхищается... Триндец просто. Таким образом у ребенка фиксируется восприятие на этом образе. Согласна с вами. Если мальчику говорят, ты молодец, ты такой смелый и храбрый, он стремится проявлять эти качества, поскольку в эти моменты он получает эмоциональное поощрение от родителей. Когда родители говорят мальчику, какая ты красивая девочка, мальчик, стремится проявлять себя с этой стороны. Ну, я сейчас говорю о совсем мальчиках, которые еще себя никак не идентифицировали. Как раз он маленький одевал вот эти вещи. Племянница у нас жила, и он одевал ее юпочки, платьишки. Так какого тогда нахрен ты считаешь, что Луна повлияла, а не твои, в общем-то, дурные мысли, дурные поступки? Ты понимаете? Ну да. А вы говорили, как тебе идет? Да. Пипец, больная мама. На Луну сослались, ну а что? Ну я же говорю, а то Луна виновата, блядь. Простите. Вы как вообще, Виктория, относились вот к тому, что мама восхищалась вашей женственностью, ну в тот момент, когда вы были мальчиком? Ну я нормально относилась, но хочу сказать одно. Ориентация, она закладывается природой. Ой, блядь, кого ты лечишь? Другое. Что генетическая предрасположенность один из шести факторов, влияющих на сексуальную ориентацию. И на самом деле, как правильно говорит ваша мама, врачи однозначно вот ответить на этот вопрос не могут. А у нее тяга с детства была. Так ты же ее такое делала. Еще бы у нее не было тяги с детства. А что я должна была делать? Нет, бить ребенка на... Подождите, что значит бить ребенка? Ты сама покупала, ребенок не просил, платье одевала его. Сама так вот вытворяла, и сейчас что-то оправдывается. Сказывать ребенка за это, что его тянет к этим вещам. Вот тогда, в том возрасте, надо было пойти к специалистам, чтобы узнать, как с этим обходиться. А вы наряжали и хвалили. Какие у вас были отношения вот в тот период? Конфликтов не было с ней. Так это проблема. Почему? Потому что конфликты в межличностных отношениях, это нормально. Особенно, когда ребенок переживает возрастные кризисы. Ну, я не считаю, что это нормально. А как вообще в школе отучилась ваша дочь? Ну, нормально, у нее способности были. Я провожала утром и шла потом в магазин. Что значит провожали? До школы провожала. Вы выходили вместе из дома? Да, да. Он шел в школу, я шла в магазин. Ну, провожала его до школы. А потом, когда заканчивались, я встречала его. Господи. Ну, потому что... Меня в школу варили только в первом классе. В первом. Во втором я уже сам шел. Я уже сам решал все дела. Бабушка со мной не ходила. Мне бабушка в основу варила. Во втором классе я уже был самостоятельным человеком. Я оберегала своего ребенка. Единственное, я оберегала его. Чтоб его никто не обидел. Ну, он... Как-то себя проявлял так беззащитным. Да, оберегала я его. Вопрос, да. Чтоб его не обидели. Потому что дети разные бывают. Друзья были в школьные годы? Мало, очень мало. Но он общался в школе. А так... Как мама же оберегала. А до какого класса вот это вот все оберегание происходило? До последнего. До 11-го? Нет, до 17-ти лет. Господи! Слушайте, вы взрослого парня оберегали до 17-ти лет. Да, вот такая любовь... Так у меня школа закончилась в 17-ти лет. Это было 11 классов. Ёперный театр. К ребенку была у меня. Господи! Это не любовь. Это преступление по отношению к ребенку. Да? Особенно к мальчику. Тупо испортила пацана ребенка. Я согласен, что таким он стал или она таким стала из-за такого Маша. Нет, это преступление. И вот те специалисты, которые вам про Луну рассказывали, они должны были этот момент прояснить. Сказали, поддерживайте ребенка. Раз такое случилось, поддерживайте его. Смотрите, поддержка и сопровождение до школы и встречания со школой, это разные вещи. Вот они и говорили, что там, раз он с такими отклонениями, на него уже могут... Наверное, плохо такое говорить о людях, которых не видела лично, но полагаю, что вот те специалисты с отклонением. Мы на кафедру ходили, ранг сексуализма. Вот это там психолог... И там вам про Луну сказали? А кафедра при каком ВУЗе? Это в Харькове. При каком ВУЗе? Не в ВУЗе. Авиационном? Нет, не в ВУЗе. У них был офис. Нет, офис и кафедра это разные. Ну, написано, кафедра, этот... Чего? Чего там было? Какая была вывезда? Медицинская кафедра. Ох! Тут Карпачев понял. Не о чем говорить. Триндец. У Гене, у вас были отношения? Да. С мужчиной или с женщиной были отношения? С женщинами у меня не было. Не было отношений, только с мужчиной. Он ей всегда был. Как много отношений было? Серьезных пять отношений где-то было. Господи. 21 год, пять серьезных отношений? Ну, вы ветреная. Была-то встреча с Женей. Нет, вы знаете, когда мы ходили на эту кафедру, она и сказала, ты должна иметь отношения. Вот на этой кафедре. Конечно, конечно, луна, секс с мужчинами. Ну, на кафедре, если такие специалисты работают. Профессор. Триндец. Название имеет, звание профессора. А вы откуда узнали, что он? Потому что он... На визитке было написано? Да. Ну, смотрите, честно. Я вижу перед собой взрослого человека, который столкнулся с достаточно серьезной проблемой в жизни своего ребенка. И так халатно к этому... Нет, как раз я и пошла искать вот эти кафедры, этих психологов, чтобы они сказали. Я в этом далека была, от этого далека была. Я искала ниточки, зацепку, где кто что скажет. На будущее рекомендацию, хотя, надеюсь, может не пригодиться. Если вдруг вам вставят очень серьезный диагноз, его лучше перепроверить. Минимум еще у одного специалиста. Ну, в вашем случае, минимум на еще одной кафедре. Желательно с другими профессорами. Как минимум. А если вот на той кафедре подтвердят, то посходить и на третью. Ну, чтобы уж совсем наверняка. Потому что мы говорим об очень серьезных вещах. О том, что раз и навсегда изменит жизнь вашего ребенка. Да уже изменило, если честно. А быть может, если бы вы не восхищались тем, как ваш мальчик облачается в девочку. Да. Не отриграли его до 17 лет, может быть, и вырос бы нормальный пацан. Может быть. Согласен. Ну, там, пару раз бы поносу получил. Может быть. Продолжаем? Продолжаем. Жестко, очень жестко. Внимание, вопрос. Вы настолько стыдитесь сына, что, скрывая его позорную тайну, соврали родственникам о его гибели? Умыли они от сына. Он умер. У меня теперь есть только дочка. Да. Которая вот недавно появилась. Господи. Мне стыдно было бы. Да. Это... Это трындец. Правда. Это трындец. Позвольте спросить, а как это связано с вашим принятием? Вот когда я принимаю ребенка, я его принимаю любым. И не рассказываю, что он помер, потому что... Я его лично приняла, но родственники... Там бы... Смотрите, для вас главное это сохранить свое лицо. Да. А не то, что происходит с вашим ребенком. Это правда. А муж вообще жив? Жив, да. Он для меня умер. Говорила, что муж умер. А оказывается, муженек тоже жив. Помните, вначале спрашивали, ой, он три года назад погиб в автокатастрофе и так далее. Муж тоже жив? Да. Так вы же решили, что он умер, да? Вначале сказали, что он погиб. Для меня. Боже, больная баба. Все понятно, ребята. Тут здесь, в общем-то, больной на голову. Жалко мальчика, девочку. Ну, скажем так. Из-за того, что на самом деле большую здесь заслугу получила мамаша, что сделала из этого. Вот то, что мы сейчас видим. Это бред. Такие вы тоже в полнолунии родились. Да-да. Вы не шутите? Нет, я не шучу. Триндец. Ну, это же неприлично. Что неприлично? Ну, как считать? Он, если бы узнал, что такое случилось, я не знаю бы, как бы он... А он думает, что сын, ну... Умер. А он думает, что сын умер. Да ладно? Да. А, это триндец. А вы знали о том, что ваш отец жив? Да, конечно. Хорошо, хоть тут не солгали, а? Мы давно с ним расстались. Ребенку было 6 лет. У них конфликты были, и на этой почве они и расстались. Из-за того, что мальчик с девочкой? Нет. Хотите? Желания нет. А почему? Вот есть два близких человека. Капец. Ваша мама и ваш отец. Она мне всегда утверждала, что он для меня должен умереть. Я не утверждала, когда я утверждала. Она мне всегда говорила, что он для тебя должен умереть. Посмотрите, вы понимаете, что вы сделали все для того, чтобы убрать мужчину из жизни вашего сына. Да. Начиная с главной мужской фигуры, отца. Боже, больная баба. И заканчивая переодеванием и таким сопровождением. Это ужас, ребята. Не дай бог никому такую мамашу. Да. Внимание, вопрос. Вы с презрением относитесь к сыну, который работает кондуктором и живет с вонючим грузчиком. Вонючий грузчик. Пацан, думаю, это понятно. Да. Это... Чего вонючий? Я моюсь. Раз в неделю. Дрындец. Правда. Нет слов. Вот это выпуск. Я ждала большего, но получила ничего. То есть вы отказываете своему ребенку в праве определять свой жизненный путь? Почему я отказываю? Вы же ожидали большего, а вот... Да, ну, ожидала большего, конечно. Ваш ребенок вас разочаровал. Разочаровал, да. И вы теперь относитесь к нему с презрением. Ну, мне кажется, это не очень правильно. Ну, не с таким презрением, но, конечно... С таким, не с таким, это уже... Степень презрения это на ваше усмотрение. Ну, обидно, 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 что мой ребенок не достиг чего-то. Вы работаете грузчиком, да? Ну, вот почему он грузчик, я понимаю, почему он вонючий грузчик. Я своему ребенку всегда желала хорошего. То есть грузчики хорошими быть не могут? Не зарабатывая от миллиона. А скажите, о том, что вот ваша будущая теща вот именно так к вам относится, вы знали? Я об этом знал, чувствовал, понимал. Не хотите сменить профессию? Есть просто у меня жизненная проблема, из-за которой я не могу устроиться на нормальную работу. Вы сидели? Да. Вы знали о том, что у вашего зятя есть проблема с законом? Нет. Я ничего о нем не знаю. вот она привела его в дом по факту. Привела и все, он будет жить. Не зная человека, как к этому бы вы отнеслись, если бы ваша дочь привела бы... Смотрите, познакомился бы. И все? Нет, жить. Я бы познакомился с тем человеком. Я тоже познакомилась и все, на этом закончилось. Вы даже не понимаете, кто он. Вы знаете, что он грузчик. Судя по всему, из вот вашей семьи, будущей там, настоящей, из вот троих, вы самый мудрый и обремененный оптом человек. Правда ведь? Вот и взяли бы на себя ответственность узнать, кто он, что у него там с его прошлым, какие у него взгляды на будущее. Может он педофил, какой-то извращенец? Подождите. Нет, я у нее вначале спросила, какие у тебя отношения. У нее кроме я его люблю и все. Ну этого достаточно, чтобы познакомиться с человеком, которого любит вас. Потом, когда у них случился конфликт, я у него спросила, какие у тебя отношения. Потому что этих отношений я не вижу. Я сама прошла в жизни все это. Я по себе могу судить. Когда влюбленный человек, у них совсем другие отношения. Там должна страстная любовь быть друг к другу. Но этого нет. Односторонняя любовь. Вы заработали пять тысяч. Вот это выпуск, ребята. Вот это выпуск. Не за этим прошла. За кредитом. В следующем блоке за пять честных ответов пятнадцать тысяч. Продолжаем? Да. Внимание, вопрос. Вы считаете сына дебилами из-за того, что он запрещает сожителю работать и обеспечивает его, желая таким образом добиться любви и внимания? Все понятно. Ваш ответ? Да. Сын дебил, ну или дочка дебил. А вы действительно запрещаете Евгению работать? Да, мне не устраивает, что он грузчиком работает. У меня нормальная зарплата. У кондуктора? У меня три с половиной тысячи зарплата. О, Вейшот, три с половиной тысячи грэвен, это... Если честно, это практически минимум. Ну, типа... На нас зарплата. Содержать... А что же он должен делать дома? В игры играть? Я что же об этом? Диван протирать. Ну, то, что он грузчиком работает, меня это не устраивает. А найти что-то лучше он не может пока. Конечно. Если я нахожу что-то для себя хорошее, ну, даже в элементарной постройке, и ей это не нравится. Ревнует? Он грязный после своей стройки. Во-вторых, он много времени там проводит. Кем вы хотите, чтобы работал Евгений? Ну, не на грязной работе, не грузчиком. Кем конкретно? Ну, это уже ему решать. Вы сейчас мне напомнили одну такую... Этим нельзя? Этим нельзя? А кем не знаю? Из быточной женской мечте. Женщина мечтает, чтобы мужчина зарабатывал огромные деньги, находясь рядом с ней. Ну, все время уделяя женщине. Мне его заработок вообще не интересует. Мне главное, чтобы он сам себя реализовал в жизни. диван это то место для самореализации. Видите, как он говорит, что я хочу зарабатывать сам и обеспечивать. Пожалуйста, кто против, зарабатывай. Но она отработала 19 дней, принесла 270 гривен. на эти 270 гривен можно обеспечить, вот как она говорит, своего избранника? Может она обеспечить? Вообще, если честно, это даже странно как-то звучит. Если вы женщина, то должно быть наоборот. Да, я тоже так считаю. Так вот, Виктория, вы кто? Ну у меня морской характер. Так может вы мужчина? А это все так надуманное. И морочите Евгению голову, говорите о том, что вот все изменится, я стану женщиной, а по факту у вас мужской характер. Но она собственник, она хочет, чтобы он сидел дома, как кукла, а она работала и шачила. Капец. Вы убиваете в нем мужчину? Вы хотите, чтобы после того, как вы сделаете операцию по смене пола, он тоже сделал операцию по смене пола? Ну это будет странно. Я ему говорила, найдешь себе что-то подходящее, ну хотя бы что-то нормальное. Пускай он, как взрослый мужик, решает, что такое нормальное и что такое подходящее. Вам такая мадресемия не подходит, как я понимаю. Да, ей не подходит это. А сколько вы готовы ждать? Ну вот этой операции? Максимум, что я могу сказать, год-два. Виктория, как скоро вы обрадуете Евгения? Я пока не могу точно дать ответ. Это произойдет в обозримом будущем или... Ну я точно ничего пообещать не могу. А что останавливает, что мешает? Отношения. Ну его со мной. Подождите. Если вы решили стать женщиной, то какая разница на отношениях? Ну у вас с кем отношения? Ну и во-вторых, финансовая сторона. Так ты же не даешь ему работать. А сколько это стоит? 6 тысяч долларов операции. Яички отрезают. Я, если честно, не понимаю, как можно кондукторам заработать 6 тысяч долларов в течение двух лет. 3,5 тысячи гривен. Это сейчас 150 долларов. Да, да. Да? Вот за год она заработает 1800 долларов. За два года 3600. При этом, если не будет кушать, одеваться... Из этого ж никак. Ну... Итого вообще ничего не заработает. Негулярно. Никак. Ну вот. Так все, тупик. Тупик, да. А вот, может, сделаете Виктории подарок на 8 марта? 6 тысяч долларов. Это, в принципе, ну... Почка. Не так уж и много. Я знаю, где их можно заработать, но она не хочет, чтобы я туда ехал. Так а вы не спрашивайте. Вы в доме, мужчина. ну так все. Поехали, привезли 6 тысяч. Пускай делает операцию. Пускай только после этого попробует не сделать операцию. А вот у вас к Виктории какие чувства? Никаких пока нечего. Ну и отношения. Так тогда я не понимаю, почему вы с ней. Вот этого и я не понимаю. Я не могу вам объяснить. Виктория, вы знали о том, что у Евгения к вам нет никаких чувств? Пока что. Снала, да. И как вы с этим живете? Ну, я его очень люблю. Он мне объясняет, что со временем будет. Что со временем будет? Ну да, после 60. Да. Все наладится. Он привыкнет за 40 лет. Как вы можете охарактеризовать Евгения? Потому что мне он более всего непонятен. Ну, я скажу, когда мы работали вместе с Викой, Женя названивал Вике. И с разговора я могу только одно сказать. Он живет с... Ну, мужчина, который живет на издеведнюю женщину. Альфонс? Да. Который требуется от нее подарки. Евгений. Я воздержусь. От чего? От ответа на ваш вопрос. А. Я знаю ответ на мой вопрос. Ну, это же очевидно. Виктория, а вы как к этому относитесь? Вам нужен Альфонс? Меня это не устраивает, что он меня требует. Именно. Подарки даже они, если так, отстанят. Так непонятно. То есть, он живет с мужиком. Оно не дает работать мужику на работе, когда он хочет работать. Тут чувак говорит, что я вообще ее не люблю. Что за прикол? А что требует? Дорогой телефон требовал. Мой бог требовал. А как требует? Угрожает? Ну, давит на то, что я его люблю. Если я его люблю, я ему сделаю подарок. Евгений, а почему так мелко? Просите уже там, я не знаю, мотоцикл, машину. Если Виктория вас любит, возьмет кредит, купит вам автомобиль. Правда, Виктория? Да, да. Теща поддержит. Просите автомобиль. Я не езжу за рулем. Вот, Тарас бросит водить трамвай, будет вас возить. Наймет водителя. А это нормально? Нет, конечно. А почему это происходит? Просто мне захотелось на тот момент эту вещь. Захотелось? Пойди за работой. Я работаю. Ну, плохо работаешь. Ну, раз не можешь позволить себе купить. А, кстати, вот заработанные деньги куда деваете? Я помогал своим родственникам. А Вика не ваш родственник? Она не хотела от меня деньги брать вообще. Вика, вы понимаете, что вы содержите не только будущего супруга, но и его родственников? Почему? Я у нее на родственников если брал, то, ну, это были вообще именно такие безвыходные положения, когда я сам не мог найти ту сумму. Ну, что мама Вике посоветует, мы как бы уже догадываемся. Тарас а вы что бы ей посоветовали? Брось ты его. человек, который тебе приходит на работу и говорит, дай мне деньги на пачку средств. Я не считаю это правильно. Я говорил, брось, найдешь себе другого, который тебя будет любить, ценить и обожать. Ну, разумные вещи, говорит ваш коллега. Она мне сказала, я его очень сильно люблю. В общем, любовь, зла, и они этим пользуются, да? Да. Господи, ну и выпуск, ну и выпуск. Продолжаем? Продолжаем. Внимание, вопрос. Вы простите сыну все его недостатки, если вместо оборванца он заведет отношения с солидным и состоятельным мужчиной? Типа, если найдет себе какого-то миллионера, мой парень. Да. Это... все понятно. Ужасная мамаша, то есть... Правда. Триндец. Виктория, ну, на самом деле, зачем вам человек, который вас не ценит, не уважает, не любит? Я это понимаю, но я... У меня действительно к нему очень большая любовь, и это как плен просто. Смотрите. Вы должны отличать любовь от созависимых отношений. Вполне возможно, то, что вы испытываете к Евгению, это влечение, зависимость, желание кого-то контролировать, кем-то обладать. Привычка. Но это не любовь. Наркоман, который не может без наркотика, это не значит, что он любит наркотики. Он просто без них не может. Это не о любви, это не о чем-то высоком. Поэтому не надо оправдывать вот ваши странные отношения любовью. Найдите себе достойного человека. Ну, только не слушайте мамин стандарты. Будешь как на планшете выбирать вот этот подошел, вот этот нет. Вот этот подошел, вот этот нет. Баду. Я и собираюсь с ним порвать свои отношения, но это очень тяжело. Он напоминает о себе постоянно. Вот ближайшие сколько, неделю я сейчас как вернулся до нее. И до этого мы разъехались на две недели. Мне-то звонить и не зачем было, потому что я работал она мне звонила, то вернись, то вернись, все будет хорошо, все будет замечательно. вернулись. Потому что мне стало жалко на пить нашего расхода. Но он действительно ко мне вернулся, потому что он начал мне звонить, то, что у него финансовые проблемы, ко мне на работу. Если ты меня любишь, помоги мне. Да, это правда. Ведь на жалость. Вика, помоги мне, я голодный, я такой-сякой. Вы на жалость, да, ведь и вам жить негде, и кушать нечего. Я просто не помню, когда я говорил, вот так вот, как она говорит. Вы хотите, чтобы он ушел из вашей жизни, а со временем и из вашего сердца? Хочу. Вика, не будешь милости. Мы расстаемся. Я хочу с тобой расстаться. Чтоб ты никогда в моей жизни не появлялся. Как это ты появлялся? Мужик бросил мужика. Спасибо. Чувак, что-то тоже очень рад, скажем так, но он тоже больно на голову. Мне уже не интересно от него ничего получать, ничего как в его жизни творится. Мне оно не нужно. Я в ближайшее время перееду в какой-нибудь другой город. Как чувствуете себя? Пусто. Когда во дворе убираешь кучу мусора, как-то пусто. Потом туда можно поставить детскую площадку, ну и то, что понравится. У вас сейчас есть такая возможность. Тем более, что вы-то не одна. Как минимум, у вас есть замечательный товарищ, который дает дельные советы. Тарас. Ну, насчет мамы тут, конечно, мне есть варианты. Ваша задача не пускать в жизнь вашей дочери Альфонсо Женю. Я с удовольствием. Продолжаем? Да. Внимание, вопрос. Заставляя сына посещать психотерапевтов, вы объясняете это необходимостью разрешения на операцию. Хотя на самом деле надеетесь, что его переубедят менять пол. Небо, что психолог как бы подтвердит. Это... Она как бы не хочет, чтобы он девочке становился до конца, да? Правда. Чтобы пипись урезали. Виктория, вы знали о том, что именно это основная причина ваших походов к психотерапевтам? Предполагала. И как вы к этому относились? Моя цель была в том, чтобы ее убедить, что это мне необходимо. Я, во-первых, решилась на смену пола. По той причине, во-первых, она однополую семью, мама моя, не пресновала. Я понимала, что у меня никогда не может быть семьей с женщиной. Подождите, то есть, я правильно понимаю, что если бы мама нормально отнеслась к тому, что вы, будучи мужчиной, будете жить с другим мужчиной, вполне возможно, вы бы и не занялись вот... Переходом в другой, да? Капец, я же верю, что это пацан гей, то есть, это педик, ну, то есть, мамаша опять снова убила мужика, то есть, гея, и так уже пришли с полома, так еще гея решили бабой сделать. Господи. Вы в своем уме? Это ужас. Это просто ужас. А кто воспримет вот это, чтобы она жила, мальчик жил с мальчиком? А вот это вот. Кто воспримет, чтобы мальчик стал девочкой? И потом жил с мальчиком, да. Так я не воспринимала, я почему... Вы понимаете, что операция необратима? А когда мальчик живет с мальчиком, что-то у него может произойти, он начнет жить с девочками, ну, как бы, это хотя бы можно отмотать назад. Виктория, ну, смотрите, конечно, это ваша жизнь, я не специалист в этих вопросах, но вот с точки зрения здравого смысла рекомендую вам, вот, если вас не привлекают женщины, жить с мужчинами, но не менять пол. А если мама не может с этим справиться, это ее личная проблема. Согласны с этим? Согласна. Я ее не могу в одиночестве оставить и на ее пенсии. Да ну, она женщина крепкая, протянет. Она разберется. Я согласна, вполне согласна. Согласна остаться в одиночестве. Пускай живет своей жизнью. Смотрите. Я ее очень люблю, я хочу с ней наладить отношения, чтобы она меня понимала и слышала. Такого не будет. В чем понимала и слышала? Ты хочешь? Пожалуйста, я тебе не запрещаю. Но только живи отдельно от меня. Своей жизнью живи. Так, изуродовала, получается. Так что? Она мне сколько раз говорила, вот ты меня оставила в одиночестве. Все, 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 это было раньше, забыли. Кто старый помянет тому глаз вот и другие части тела. сейчас вам мама прямым текстом сказала. Оставь меня в покое. Я буду тебя и дальше любить, только живи вот как хочешь и не мешай. Она как раз мне сказала, если ты уйдешь от меня, мы с тобой даже разговаривать не будем. Капец, ужасная мамаша. Не знаю. Ужасная мамаша. испортила жизнь ребенка. А у меня тогда проблема. Вы же понимаете, да, что вы отвергаете своего ребенка, для которого ваше отвержение настолько болезненно, что он пол готов сменить. Он не готов пол сменить. Смотрите, надо вам идти, другим вопросом. Да-да. Вы говорите, оставь меня. Все будет хорошо, живи так, как ты хочешь. Но знай, видеть тебя не хочу. И общаться с тобой скотина не буду. Слово скотина вы не употребляете. Именно так она и говорит. Да? Ну, твои же слова. Все, Алла Николаевна, у вас серьезная проблема. Это правда. Ну, может, я в другое время росла. Я не воспринимала, мало случила. Честно, ну, как вам кажется, ну, честно, мне жалко парня. Понимаю, что вот просто понимаю, то, что во всем практически виновата мамаша. То, что она с детства одевала в девочку, она вот не приняла, что у нее сын гей, а он гей, он готов бы остаться быть геем, и лучше бы, ну, это было бы лучше, да, вдруг бы что-то ему переклинило, он бы понял, что лучше нужно быть с девочками. И тут пацана-баба меняется, старается, в общем-то, отрезать себе яички и все вподряд для того, чтобы мамаша его приняла. Об этом сексуале, транссексуала и все прочее. Виноват кто угодно, только не вы. Нет, почему? Луна, специалист из кафедры, профессор с визиткой, теперь эпоха, в которой вы росли. Да. Все виноваты, да и мои родители другое время росли, только я пол менять не хочу. Разницу видите? Я не говорила, иди делай пол. Все, даже уже я устал от вас. Как почем, а достали. Продолжаем. Вы благосклонно отнеслись к первому сожителю сына, надеясь, что тот станет вашим любовником. Ого! Ничего себе! Я не хочу на этот вопрос слушать ответ. Нажми кнопочку. Ну, наверное, да. Сейчас будет еще жестче. Вопрос отменили. Я тоже отказываюсь говорить. Так уже не надо. Так. Это, конечно, да. Какой ужас, какой ужас. Или остановимся? Остановимся. вы меня сделали виноватой во всем воспитании, что я ее водила до последнего за ручку. Да, потому что я оберегала ребенка. Это моя большая любовь проявлялась. Смотрите, у меня нет желания сделать вас несчастной. Вы сделали меня несчастной. Конечно. Да. Капец. Я хочу обратить ваше внимание на ваше свойство все обесценивать. Вот что произошло в рамках этого проекта? Появилась надежда, что человек, который не достоин вашего ребенка, уйдет в ее жизни. Он уже это сделал. Я очень довольна. Это хорошо. Но вы на это не обратили внимания. Виктория, вы согласны с тем, что операцию делать пока не стоит? С этим да. Это все произошло в рамках этого проекта. Еще один положительный момент это пять тысяч, которые вы заработали. Ну, лишними они точно не будут. Но вы об этом не говорите. Вы опять говорите о том, как вы себя чувствуете. Потому что я вот здесь вам наговорил каких-то неприятных для вас вещей. Вы пришли сюда, чтобы я вас хвалил и поддерживал. Нет, ничего подобного. Моя задача говорить правду. И, увы, правда вам не понравилась. Ну, так иногда бывает. Таки да. Вот на этом спасибо, что пришли. Спасибо, Иван. Можете подойти к своей группе поддержки. На этом ваше участие в нашем проекте подошло к концу. Спасибо. Ну, правильно, если бы рядом отец был бы, мужчина, другое бы какое-то воспитание женской стороны. Это так оберег матери вылился во что? Только оправдывается. Ужасно, мамаша. Ну, что, ребята, вот мы и подошли к концу. Я уверен, что сегодняшний выпуск вам точно понравился. Я даже про температуру свою забыл. Если вам это понравилось, то поддержите мне лайком. Мне будет очень приятно. Если хотите больше детектора лжи, то пишите свои комментарии, лайкайте, ну, и просто верьте, что скоро выйдет новый выпуск. Это был Андрей Чент. Всем пока.